Добрый день, мы вернулись с обеда для нашей третьей сессии сегодня. Мы хотим бы поприветствовать нашего корейского коллегу Джион Гадон Ли, северского национального университета, который откроет нашу сессию и расскажет нам о закономерности развития двух технологических потенциалов и ловушка среднего дохода, что является очень интересной темой. Пожалуйста, выступайте с презентацией. Да, все работает. Добрый день, я Джон Глинг Северского национального университета. Сегодня я буду говорить о двух технологических потенциалах. К счастью, два года назад я уже представлял подобные идеи на подобной конференции и обсуждение начиналось с концепции ловушки среднего дохода. Я не говорю о концепции ловушки среднего дохода. Я хотел бы отметить, что были предприняты попытки понимания, как преодолеть ловушку среднего дохода с точки зрения технологического потенциала. Поэтому два года назад я предложил концепцию двух различных потенциалов. Так называемый потенциал реализации и потенциал дизайна. Это два основных столпа всего потенциала. Для того, чтобы вы могли понять два коротких представления, чтобы вы могли понять эти потенциалы. Я приготовил этот слайд. Я воспользуюсь микрофоном. Слева вы можете видеть дизайн iPhone, который разрабатывается компанией Apple. Этот дизайн делается в Fox Phone компании в Тайване для производства iPhone. Поэтому есть два технологических потенциала. И на этом сайте я перечислил основные характеристики этих двух потенциалов. Мы можем сказать, что есть компании, которые могут создавать, но есть компании, которые могут реализовать этот дизайн. И я бы предложил в этом отношении, что ловушка среднего дохода может быть последствием инновационного ловушки, неспособность перехода к реализации от дизайна. Сегодня я хотел бы расширить свое научное исследование. Можем ли мы измерить два технологических потенциала концепции реализации и дизайна? Возможно ли это сделать? Потенциал реализации возникает прежде, чем потенциал дизайна. Какое последствие возникает в этом отношении? Мы можем определить традиционный, транзиционный переход технологического потенциала и эффекты двух потенциалов на экономические темпы роста. Возможно, могут отличаться в зависимости от стадии экономического развития страны. И те страны, которые находятся в ловушке среднего дохода, страдают от неспособности перехода технологического потенциала. Это основные вопросы, которые я задаю в рамках своего исследования. Если перейти к первому вопросу, технический потенциал измеряется двумя отдельными показателями. Один – это реализация, и второй – это потенциал дизайна. Мы провели глубокий анализ литературы по этой теме, и основываясь на этом анализе, как подход сверху вниз, мы обозначили эти показатели, характеризующие потенциал как реализации, так и дизайна. Это наш слайд, который приводит к summary всего того, что я обозначил, и показывает уровень общего объема этих потенциальных, общего технологического потенциала по сравнению с ВВП на душу населения. Поэтому со временем развития экономики, как вы видите, общий технологический потенциал улучшается. Мы провели статические тесты подтвердить. Действительно, эти две группы показателя могут показывать потенциал реализации и дизайна. Моя первая задача была в том, чтобы продемонстрировать, как мы можем это измерять. И второй вопрос, которым я задавался, скорее всего, относится к этой гипотезе, то, что развитие потенциала реализации предшествует потенциалу дизайна. Для того, чтобы продемонстрировать это отношение, вот здесь представляем вам слайд, который показывает общий объем потенциала технологического. А слева вы можете видеть индекс потенциала реализации, и справа – дизайна. И здесь они создают технологический потенциал страны. Если вы объединяете эти два показателя, мы можем видеть этот целого рода отличающийся портфель развития технологического потенциала. Как вы видите, то, что этот показатель увеличивается. На первом этапе потенциал реализации представлен красной линии улучшается в первую очередь, и на более поздней стадии происходит улучшение потенциала дизайна, где этот показатель и доминирует. Если мы будем анализировать изменения портфеля, я здесь привел всего в пропорции. Слева пропорция потенциала реализации по отношению к общему технологическому потенциалу. И справа – та же самая пропорция, но уже влияние потенциала дизайна на общий технологический потенциал. Если мы объединим эти два показателя, видим то, что вклад каждых показателей изменяется по мере увеличения технологического потенциала страны. Есть, слово рода, переходы. И переходы начинаются здесь и заканчиваются вот прямо здесь. Но со временем мы видим то, что национальный технологический потенциал мы хотим это понимать с точки зрения влияния на двое понедушное население. Я уже продемонстрировал справа соотношение национально-технологического потенциала и дохода страны. Я обнаружил то, что пересечения происходят на уровне 30 тысяч ВВП на душу населения. И переход будет происходить примерно с уровнями 10 тысяч долларов ВВП на душу населения. Возможно, немного выше ВВП на душу населения наблюдаем в России. Мы можем определить два момента перехода, основываясь на наших изысканиях. Это 12 тысяч на душу населения и 30 тысяч на душу населения. статистически мы хотели проверить, вызывает ли один потенциал, другой потенциал. Основываясь на нашем тесте, мы подтверждаем, что потенциал реализации вызывает потенциал дизайна, а не наоборот. И это означает, что есть определенная последовательность развития ситуации от реализации к дизайну. Третий вопрос, который мы задавали себе. Поскольку реализация потенциал имеет более важный вклад на рост дохода внутри страны на первом этапе, при этом у потенциала дизайна будет больший вклад на более поздних статах на ВВП страны. Здесь, на слайде. Вы видите регрессионный анализ. И цифры, обозначенные кратным, показывают важность по всем группам дохода от одного страны с низким уровнем дохода до 11. Это очень высокий уровень дохода страны. Это означает то, что потенциал реализации имеет очень серьезное влияние на экономический рост на всех уровнях. Но самый важный вопрос, который стоит отметить, заключается в том, что размер коэффициента с 1,7 до 4 целых. То есть важность потенциала реализации будет снижаться по мере развития экономики. А с другой стороны, потенциал дизайна, когда экономика находится на раннем стадии развития, неэффективен. Поэтому незначительное влияние на рост дохода страны, но со временем влияние увеличивается. Если мы увидим диаграмму, мы понимаем, что важность потенциала реализации по размеру коэффициента снижается по мере развития экономики. Но важность дизайна потенциала увеличивается, и его значение более важно для экономики по мере развития экономики. И последний вопрос, который мы задаем себе. Аккумулированный дизайн потенциала является ли необходимым условием для того, чтобы преодолеть определенный уровень высокого дохода? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы определяем два уровня. 12500 долларов ВВП на душу населения от среднего дохода до нижнего уровня высокого дохода и 30 тысяч ВВП на душу населения. Возможно, можно назвать это как лужка среднего дохода и ловушка высокого дохода. На основе наших данных мы обнаружили, что было 43 страны, которые были исследованы, начиная с высокого уровня среднего дохода и затем только 22 страны преодолели эту ловушку и 21 страна преодолела, а 22 страны находятся ловушкой среднего дохода и 49 стран. выше 12,5 тысяч и только 13 смогли преодолеть следующую ловушку выше 30 тысяч долларов на душу населения. Какой потенциал влияет позитивно для того, чтобы выходить из этих ловушек? Какой больше вклад? Это вопрос, который мы себе задаем. это панельная регрессионный анализ. Вероятность преодоления уровень 12 500 тысяч долларов в поднешении населения увеличивает вероятность преодоления на 26,8%, когда аккумулированная потенциал реализация увеличивается на один пункт. Но вероятность преодоления ловушки среднего дохода не имеет серьезного отношения при аккумулированном дизайне потенциале. Для того, чтобы преодолеть ловушку среднего дохода, улучшение потенциала дизайна не играет такую серьезную значимость. Но если мы посмотрим на голубой кружок, то вероятность преодоления ловушки высокосреднего дохода, так называемая ловушка высокого дохода, поэтому вероятность увеличивается на 16,8% при увеличении потенциала реализации, увеличиваяся на 8,4% увеличением дизайна потенциала. И это означает, что аккумулированный потенциал реализации достаточно условия для преодоления как ловушки среднего дохода и ловушки высокого среднего дохода. Но аккумулированный дизайн потенциал достаточен только для преодоления второй ловушки. Вот презентация. Я хотел кратко подвести к этому. Здесь я уже начал презентацию с вопросами. Вот ответы. Мы можем ли измерять эти потенциалы? Да, мы можем изучать развитие потенциала реализации предшествует потенциал дизайна. Можете определить переход? Да. На все эти вопросы ответ да. Серьезные изменения двух компонентов, двух потенциалов происходят когда? Выше 30 тысяч долларов поднадушное население. Отличаются ли эффекты этих двух потенциалов при разных стадиях экономического развития. На нижнем стадии потенциал реализации становится более важным. На более поздних этапах потенциал дизайна становится более важным. Это мы уже подтвердили на нашем исследовании. Страны, которые находятся в ловушке среднего дохода, страдают от неспособности выбраться из этого ловушки. Да, что же мы понимаем? Мы должны обеспечить, что существует всего лишь один глобальный инвестиционный индекс. Скорее всего, нет. С моей точки зрения существуют два отличных друг от друга потенциала. Это реализация и дизайн. что сначала? Реализация либо дизайн? Да, реализация. Поэтому потенциал реализации должен реализовываться сначала. Например, с точки зрения России. Можем ли мы определить переход в иных рамках от одного потенциала к другому потенциалу? Ответ да. основываясь на моем исследовании я хотел бы привести рекомендации для других стран. То, что на раннем этапе до 12 с половиной тысяч ВВП на душу населения мы должны обеспечить полностью обеспечить потенциал реализации. Что такое вообще потенциал реализации? Это производство. Это потенциал производства. Но когда экономика превышает уровень 20 тысяч долларов по на душу населения, необходимо начинать думать о потенциале дизайна. Вот в чем моя презентация. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, профессор Ли. Вопросы есть ли у нас из аудитории? Один-два вопроса возможны. Короткие комментарии. Некоторые соображения. Ник? Вы хотели задать вопрос? Да, удивительно. Знаете, Джиди, я фанат вашего исследования. Да, я был в зале, когда была предыдущая презентация. Я не видел вашу презентацию, я теперь страдаю от этого. Вопрос следующий. Когда я слышу, что люди говорят о производстве, исключительно о производстве, я начинаю нервничать, поскольку что же происходит на уровне высокого среднодохода, прямых услуг, что же происходит? Дизайн это услуги, поэтому необходимо изменить немного вашу терминологию. Я считаю, что у вас не было достаточно времени, это хорошее определение, что такое потенциал дизайна и что такое потенциал реализации. Но для экономик, которые богаты ресурсами, например, Россия и Бразилия, они отличаются от Кореи значительно. Что же для них означает потенциал реализации, как можно применять этот подход? если мы интерпретируем этот анализ, должны ли мы оказывать больше времени на производство или на сектор услуг? Да, у нас будут последствия, потому что дизайн потенциал может интерпретироваться как потенциал услуг. Да, я полностью с вами согласен. Какой вопрос второй? Да, 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 с точки зрения России страна богатая ресурсами. Возможно, я не думаю, что Россия является исключением в этом вопросе. Возможно, она должна следовать по тому же маршруту. Спасибо большое два соображения. Я считаю, что правильно концентрируется на производстве, поскольку наблюдение заключается в том, насколько я это понял, что необходимо промышленное развитие для того, чтобы дойти до более высокого уровня. И уже с развитым уровнем промышленного производства мы сможем обеспечить сектор услуг. Есть немного примеров экономик, которые сейчас смогли получить высокий доход, используя сектор услуг без исследования первой стадии. Греция это пример, это страна, которая не теряется на сектор услуг с определенными ограниченностями роста, поскольку вид услуг, которые вы можете получить из бывшего производственного сектора, конкурирующего сектора, например, логистика, финансовые услуги, которые сопутствуют этому сектору, они разбиваются вместе. Это непрямая замена одного сектора на другой. Это одно наблюдение. Да, вы правильно отметили, что здесь у нас тест Грейнджера, а не просто тест причинности, поскольку мы должны объяснять переход от одного пункта к другому пункту. Возможно, в вашем выборке есть случаи, когда происходит развитие потенциала производства, но затем останавливается на определенной точке и не переходит на следующий. Следующий этап, например, Венгрия возможно будет подходящим примером. Словакия, которая одна из самых предовых стран с точки зрения количества автомобилей на душ населения, но им на данный момент не удалось перейти на следующую стадию, поэтому существует опасность попадания в ловушку потенциала производства. Я полностью согласен с этими двумя моментами, особенно с точки зрения потенциала производства. Знаете, очень трудно установить потенциал реализации производственного сектора, но очень сложно уйти из этого потенциала в России. Возможно, это будет второй темой исследования, которой я займусь. Спасибо большое за ваши поправки. Спасибо большое за ваши комментарии и за ваши ответы. Я считаю, что это тема, которую мы должны изучать более глубже, не только за это короткое время. Довольно интересно. Давайте немного обсудим другую тему и посмотрим, что такое грантовая поддержка российских исследований и публикаций в ведущих международных журналах. Науко-метрический центр НИОВШ. Татьяна. Спасибо большое за представление. Наше исследование посвящено анализу информации о грантовой поддержке в российских публикациях, публикациях с аффилиацией России в ведущих журналах. Здесь представлены будут пока предварительные результаты. И целью данной работы является посмотреть, насколько полна представлена информация о грантовых организациях, о номерах грантов и так называемых funding acknowledgments в российских публикациях, публикациях с российской аффилиацией. Мы рассматриваем две базы с Копус и Вебовсайенс и проводим сравнение полноты этой информации с информацией, представленных в полных текстах статей. Также даются рекомендации по использованию этой информации в дальнейшем, ведь информация о funding acknowledgement позволяет проследить связь между финансированием именно науки и результатами исследовательских работ. Поэтому для нас мы считаем данная тема очень актуальна. Какие грантовые фонды были представлены в ведущих журналах? Здесь мы определяем как раз эти фонды. Мы берем ограниченный период времени с 2014 по 2017 год. Мы рассматриваем только эти публикации. Также мы рассматриваем публикации типов только артикл и ревью. Смотрим на наукометрические показатели и основным из главных примеров, который здесь будет представлен, это будут финансирования публикаций ведущих российских вузов. Здесь мы рассматриваем вузы первой волны, проекта 5100, это 15 вузов, и к ним добавляем МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет. Начнем с обзора литературы. Информация о грантовых организациях появилась уже с 70-х годов прошлого века, а Web of Science начал такую информацию подавать с 2008 года в свои индексы, но собственно представлены только первые, данная информация представлена только в первых двух индексах Social Science Citation Index и Science Citation Index Explained. То есть в индексе Art and Humanities данная информация не представлена. Также данные работы по исследованию грантовой информации в публикациях есть и про Россию. То есть мы не первые, но опять же здесь наши коллеги исследовали именно данные только по Web of Science, брали только 2009 год, то есть достаточно новые данные как только в Web of Science начал публиковать эту информацию, тоже индексировать эту информацию и следом выходит эта статья. В ней собственно был аспект направлен на физические журналы и на процесс обзора как работают также российские фонды. Первый из российских фондов РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, он был основан в 1997 году и собственно был интерес посмотреть, как отображается данная информация в публикациях. И в данной работе собственно идет также некоторая критика на неэффективность именно работы Министерства образования Карантова. Ну здесь представлены данные из этой работы сводной, рассматриваются собственно те страны, то есть в разрезе стран и в разрезе вот наш фонд РФБР, это Российский фонд фундаментальных исследований. Что делаем мы? В плане, наш план исследования состоит из выбора собственно множества таких ведущих журналов. Для этого мы выбрали журналы входящие в Nature Index. Мы хотим посмотреть полноту представленности грантовой информации в публикациях этих журналов. Для этого мы используем собственно полноценные выгрузки из баз данных Web of Science из Копус и используем также продвинутые индикаторы для публикаций из SciVal и Insights. Мы классифицируем данные грантовой фонды и собственно рассматриваем уже только публикации как я уже сказала ранее только тип артикла ревью и мы заведомо убираем мы убираем публикации с числом авторов больше ста. ну так как это в основном в Nature Index представлены физические журналы чтобы эффект мега коллабораций убрать здесь собственно как характеризуется я об этом скажу журналы Nature Index представлены из 82 журналов и собственно они характеризуются большой не высокой цитируемостью а скорее престижностью журнала и там информация для Web of Science в этих журналах информация о грантовой поддержке она покрывает 95% публикаций ну вот как себя представляет Nature Index собственно у себя на сайте они тоже рассматривают только публикации типов артикла ревью собственно наше исследование мы очистили публикации число публикаций от мега коллабораций и мы здесь представляем количество публикаций с российской афилиацией в данных журналах здесь данный слайд характеризует как себя ведет Россия в основном глобальном потоке и вы видите что Россия занимает последнее место по публикации в данных журналах число публикаций с российской афилиацией если мы рассматриваем только наши вузы лидирующие вузы 15 вузов проекта 5100 МГУ и СПБГУ и там тематики представленные в данных публикациях в основном это конечно же естественные науки и по естественным наукам здесь занимает конечно же первое место это физика и астрономия и число таких публикаций с грантовой поддержкой она растет в Nature Index здесь вот это важный слайд которым мы хотим с вами поделиться представлена информация о числе публикации и в доле публикации с грантовой информацией в Scopus и Web of Science здесь если вы обратите внимание на долю публикаций в Web of Science которые содержат информацию о грантовой поддержке то это практически около 95% а вот по Scopus если посмотрим с вами по годам то информация по Scopus растет то есть Scopus постепенно добавляет информацию о грантовой поддержке то есть с 8,5% в 2014 году до 71% это конечно не 95% но вы видите что Scopus тоже добавляет информацию также стоит отметить что часть публикаций которые не содержали в Web of Science информацию о грантовой поддержке таких в 2017 году было 4,5% а в Scopus они собственно имеют информацию это 1,7% из этих публикаций их немного но вот мы хотим вам представить тоже как собственно выглядит информация это просто для ознакомления и разница в форматах в выгрузках в Scopus и Web of Science тоже различна вы здесь можете тоже посмотреть что собственно Scopus очень кратко представляет информацию по сравнению с Web of Science или наоборот ну собственно как получить дополнительную информацию в Scopus есть API и к нему можно вся информация там заложена в полях и можно оттуда ее извлечь ну вот мы исследовали как раз этот вопрос и посмотрели как представлены вот эти публикации с Российским фондом фундаментальных исследований из наших публикаций то есть сколько публикаций содержали информацию и вы можете видеть что те публикации что информация которую Web of Science привязывает автоматически вот в инсайдс в профилях инсайдс она ну немного отличается то есть часть информации теряется при привязке в инсайдс это видно вот первая вторая строчка в данной таблица собственно мы проводили тоже исследование по текстовым да и мы искали мегагранты и здесь я хотела бы остановиться именно на ключевых таких моментах что собственно рассматривали российский фонд фундаментальных исследований и российский РНФ российский национальный фонд здесь смотрели также по номерам грантов и выявили что у 10 порядка 10 номеров грантов совпадают у этих фондов сами ну собственно незначительная разница в потерянных потерянных публикациях и здесь я хотела бы вот немного рассказать уже о собственно ключевом моменте что российский фонд фундаментальных исследований его доля снижается начинает снижаться а вот российский фонд РНФ российский национальный фонд он увеличивает свое влияние в публикациях и собственно ну здесь видно мега коллаборации я слайд немножко пропущу тогда собственно для ведущих университетов число публикаций в с нашими ведущими российскими фондами вы видите что здесь преобладает конечно РФФИ но вот уже в последние там с 15 года начинает набирать обороты РНФ ну и публикации с мегагрантами здесь конечно уже представлены но вероятно они плохо индексируются также мы рассмотрели вот институт Сколкова тоже на его представленность в данных журналах и хотелось бы уже закончить на том что у нас собственно как в публикациях представлены фонды да здесь эта таблица говорит о том что два фонда представлены вместе да вы видите что в 22 публикациях оба фонда то есть публикации покрывают отчетность двух фондов ну и собственно результаты о которых я уже говорила что здесь полнота информации все-таки в обувь сайенс но скопус уже меняет свою позицию связанное это вот с кроссреф то есть он связывает свои фондовые организации уже с ними и собственно здесь опять же повторюсь о том что фонд например династия который был закрыт да его влияние вот в публикациях также заметно и цитируемость это не представлено здесь но цитируемость публикации вот именно в журналах Nature Index она не зависит от того чья аффиляция указана в публикации то есть российская или иностранная спасибо 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 большое за презентацию благодарю вас за доклад а вы результаты уже опубликовали они очень интересны посмотреть на это распределение доступно ли оно где-то или надо ждать публикацию и вы все результаты там увидите если еще вопросы у кого-то вот отсюда если нет то я предложил бы пойти дальше профессор Джонатан Линтон для того чтобы нам не выбиваться из графика и попить кофе потом пойти сегодня у нас есть технологии инновации которые применяются по всей цепочке поставок вот и об этом расскажет нам Джонатан Линтон спасибо господин Майснер я попытаюсь не убиваться из графика буду держать флажок зажженным да поднятым у себя в голове поговорим о вариативности влияния технологических инноваций применительных различным этапом цепепоставок и о том как это важно какие последствия у этого для форсайта и построения дорожных карт вопрос как технологические инновации которые мы рассматриваем во время наших форсайтов наших форсайтов деятельности могут интегрироваться и находиться внутри цепочек поставки будут ли интегрироваться или нет вообще потому что если что-то есть не обязательно это что-то будет использовано почему это непросто почему это вызов я здесь пытаюсь говорить о том вызове о той проблеме что технологические инновации традиционно считаются рассматриваться с перспективы организации с точки зрения организации если мы будем посмотреть с угла цепочки поставок на цепочке поставок то картина будет другой и были работы в области комплексных форсайт исследований аэрокосмической области и выяснилось что на всей продержанности цепочки поставок одним из барьеров для того чтобы завершить проектирование вовремя были планы первоначальные планы по разработке материалов отличались от последующего применения форсайт деятельность помогла сократить временной разрыв либо мы исследования ускоряли и разработки либо отодвигали планы по выводу конечного продукта на рынок то есть очень важно смотреть с точки зрения цепочки поставок когда мы рассматриваем инновации это очень критичный для фазы форсайта для фазы составления дорожных карт когда мы смотрим на эту проблему какие нам понимаем что надо принимать шаги я сначала расскажу о определении технологического инновации конечно любой академик любой ученый будет смотреть на определение мы должны понять природу технологических инноваций и как она отличается для разных членов для разных звеньев цепочки поставок не локус контроля относительно принятия технологии в цепочку поставок принятия в зависимости от природы инноваций здесь ситуация может быть как благоприятной так и нет иногда я говорю как я говорю иногда технология существует но не берется на вооружение надо определить новый локус контроля и новые звенья цепи поставок которые для того чтобы нужны для того чтобы технология была интегрирована в эту цепочку поставок как и подписан дорожной картой после форс сайт мероприятий если мы посмотрим на литературу по инновациям там очень много разных терминов используется и академики предлагают разные термины ученые предлагают разные определения в некоторых случаях термины отличаются и используются по разным продукт или процесс что такое продукт и процесс продукт становится процессом или нет это одно измерение постепенно или радикальные изменения а еще постепенно это нормальные незначительные радикальные значит либо очень незначительные либо очень значительный, например, является ли что-то уже привычным, либо оно является абсолютно новаторским и требует новой технологической траектории, новой инфраструктуры и нового набора навыков. Является что-то непрерывным или прерывным. Непрерывность означает, что пользователю не нужно менять свое поведение. Например, если вы что-то собираете и какую-то деталь ставите в одно и то же место, если ставить новый компонент на место старого, то это преемственность, непрерывность. Если вам не приходится менять всю модель, а напротив, иногда приходится менять полностью свое поведение. Например, клавиатуры базируются на старой неэффективной системе распределения клавиш. Это механические клавиши могут заедать иногда, заедали в прошлом, поэтому именно такая вот раскладка на клавиатуре. Сейчас уже клавиши не заедают, можно было бы перейти к другому распределению букв на клавиатуре, но никто этого не делает, все привыкли к старой системе, никто не любит менять свое поведение. Вот природа технологических инноваций в отношении разных звеньев в цепочке поставок очень часто. Тут очень мелко написано, конечно, это не про честь, естественно, просто я хочу сказать, что из четырех разных измерений, из 16 разных вариантов развития, некоторые из них намного более просты, чем другие, легче их принять на вооружение, я об этом скажу в скором времени. Если мы будем смотреть на сеть цепочки поставок, как мы здесь ее нарисовали, у нас есть конечный клиент в конце, есть с другой стороны у нас сырье и несколько шагов между этими двумя крайними точками движения от сырья к конечному продукту, в зависимости от того, где вы находитесь, какое ваше место в этой цепочке поставок, любая отдельно взятая инновация может внедряться в любой из этих вот 16 квадратов полей. Строчек некоторые довольно сложно интегрировать, других вполне легко, что это все значит. Будет ли технология интегрирована в цепочку поставок, о чем нужно думать? Это локус контроля. Ищем ли мы, смотрим ли мы и на конечного клиента, потребителя, или мощное звено цепочки поставок, которое может принимать решение относительно конфигурации цепочки поставок, конечного результата. Это довольно важно, критично, потому что тот, кто владеет локусом контроля, контролирует инновации, будет решать, будет ли интегрирована технология в цепочку поставок. Новая точка контроля, локус контроля, это организация, которая должна брать на себя контроль, потому как выстроена цепочка поставок новым звеньям цепочки поставок, могут понадобиться технологии для интеграции, а некоторым существующим звеньям, некоторые существующие звенья придется исключить из цепочки поставок для того, чтобы интегрировать какую-то новую технологию. В итоге возникает много вопросов. Существующие точки контроля помогают в развитию технологии, это вопрос, или не помогают. Тут намного все крупнее напечатано в первой колонке. Показано, что все это непрерывно. Когда вы смотрите на непрерывности, преемственность, вы, видимо, говорите о том, что что-то встраивается, принимается на вооружение. И это легко встроить. Частотность довольно высокая, легко адаптировать эту технологию под цепочку поставок, принять ее на вооружение. Однако, если локус контроля рассматривает инновации в качестве новаторской и революционной, вряд ли технология будет принята на вооружение, потому что это повлечет дополнительные серьезные издержки. Каковы же последствия этого для дорожных карт и форсайта? Если мы занимаемся форсайтом и дорожными картами, то надо посмотреть, нужна ли технология для конкурентного преимущества цепочки поставок, если это так? Если локусу контроля не нравится, технология не хочет интегрировать, то надо заменить точку контроля, а там надо посмотреть и выявить... Простите, я немножко отвлекся, у меня вот здесь вот флажок выскочил, какова же конфигурация звеньей цепи, кого там не хватает звеньев для какой-то технологии, кого добавить, кого удалить. это очень сложно, когда мы наблюдаем за переходом между наукой, от науки к конкретному продукту. Приведу пример короткий. Что касается термоядерного синтеза, сейчас мы рассматриваем развитие двух демонстраторов, европейского демонстратора и международного демонстратора, это два проекта. В обоих случаях требуется большое количество конкретного иона лития, особого иона лития. Исследователи, которые занимаются этим, спрашивают, как мы перейдем от демонстратора к коммерческому использованию. Нам будет нужно несколько тонн очищенного лития, чтобы достичь этой цели ответ. Вы знаете, есть рынок, он регулирует и реальность такая, что требуется конечно время, чтобы процесс разработать, его масштабировать, не только процессы, но и все другие компоненты инфраструктуры. В некоторых случаях нам нужно задавать себе 10-20 лет временного горизонта, в зависимости от природы, масштабирования и необходимых финансовых, физических ресурсов, внедрения новых компонентов, новых изменений в цепочке поставок, нужны компетенции, какие компетенции существуют для изменения цепочки поставок. Парсофисер Ли говорил о некоторых компетенциях, которые нам нужны сегодня для того, чтобы перейти в зону среднего дохода и выйти потом из этой ловушки, продвинувшись выше и дальше. Если нет нужных компетенций в компаниях, связанных с принятием технологий на вооружение, десинтеграции, интеграции новых звеньев цепочки поставок и десинтеграции старых, то тогда у нас могут быть дополнительные сложности. Я хотел бы, конечно же, всегда предоставить всем возможность для комментариев, ремарок, замечаний, вопросов. Спасибо, Джонатан. Все могут задавать вопросы. Это очень актуальная тема, учитывая то, что мы обсуждаем здесь последние дни. Спасибо за отличный доклад. Вот вопрос с терминологией. Если есть сложная система, там может быть какие-то трения возникать между ее звеньями, между компаниями, которые являются членами этими системе. Если, допустим, кто-то неактивно занимается инновациями, разве они могут быть в этой цепочке поставок? Это просто мои комментарии. Презентация в любом случае очень хороша. Спасибо за комментарий. Когда я говорил о точке контроля и управления, я просто не вдавался в подробности. Я очень рад, что вы подняли этот вопрос. Дело в том, что мы видим, что есть бы иногда цепочки вполне прочные и удачные цепочки поставок в какой-то стране или группы организаций, и они могут вдруг стопориться, потому что управлять начинает организация, которая считает, что новые технологии будут вызывать сбои, они будут снижать ценность, общую ценность, стоимость цепочки поставок. Например, Кодек инвестировал очень много в цифровые технологии, цифровую печать, съемку. Кодек очень агрессивно и амбициозно работал в этом направлении, и они в итоге обанкротились. Я полностью с вами согласен. Это серьезный вопрос, который нужно всегда рассматривать, когда мы занимаемся форсайтом, особенно на страновом уровне. Благодарю вас. Для Майкрософта и малых IT-компаний также актуально. Майкрософт может блокировать цепочки поставок, либо допустить их в эту цепочку поставок, либо блокировать. Да, я согласен, спасибо. Благодарю за интересные живые дискуссии. Давайте перейдем к последней презентации, прежде чем мы пойдем на кофе-брейк. Вот еще тут есть вопрос. Можно спросить, да? Спасибо. Вы очень правильно заметили, что компоненты инфраструктуры влияют на внедрение технологических новаций. Может быть пришло время задать вопрос, где же то пространство, где вот та проблематика и то давление внешних игроков, которые сдерживают разворачивание данной инфраструктуры, будет нивелировано. Может быть это пространство организовать на университетской платформе, где нет нормативных ограничений, где есть все инструменты, где все отрасли и ведомства готовят специалистов. Сегодня вопрос экологии звучит на всех уровнях, на всех площадках, но специалистам известно, что он не решается. Спасибо. Что касается окружающей среды, вы говорите о какой среде, природной среде или бизнес-среде экологии? Микрофон включить. Устойчивого развития там много компонентов, начиная от экологии, заканчивая логистикой, заканчивая становлением совершенно новых подходов в энергетике и так далее, и так далее. спасибо. Спасибо, что пояснили. Университеты действительно потенциально могут быть прекрасным местом для того, чтобы разные специалисты, люди, группы собирались, рассматривали идеи. Действительно, университет может стать такой площадкой в этой связи. также они могут выступать в качестве более нейтральных площадок, но там можно рассматривать, что будет в будущем, какие будут открываться возможности, но как сказал предыдущий коллега, который делал комментарий, иногда вот очень мощные большие организации приобретают слишком большое влияние и какое-то время они могут блокировать других. Либо это может создавать серьезные возможности для появления других цепочек поставок и они будут в итоге занимать рынки у тех, кто блокировал. Иногда лидерами становятся страны-лидеры становятся догоняющими, отстающими, когда меняются обстоятельства, потому что они не могут приспособиться к меняющейся структуре. Спасибо. Спасибо. Давайте уже будем закрывать обсудим этой темы и перейдем к другой барьерах на пути трансфера технологий. мы должны раскрыть секреты, которые существуют в разных презентациях. Вот Валерия Власова расскажет нам барьерах на пути трансфера технологий. Спасибо, Дирк. Я Валерия. Я научный сотрудник института в уши школы экономики. я хотел бы представить первые результаты исследования о том, каково взаимодействие между госисследовательскими организациями и промышленностью индустрии в области инноваций, технические рамки, прежде всего, анализы сотрудничества между наукой и индустрией и упор делается на роли исследовательского сотрудничества для инновационной деятельности компаний и статистического измерения. Хочу также сделать упор на факторах и процессах передачи технологий и знаний от государственных исследовательских институтов к отрасли. Также я расскажу о барьерах, их природе и типах, которые существуют на пути такого взаимодействия. Второе. Я представлю сопоставительный анализ барьеров, их восприятия инновационными компаниями и госорганизациями области исследований в России. Конечно, все мы понимаем, что инновации являются источником конкурентных преимуществ на уровне компаний. Изменение условий для инновации, именно увеличение скорости, сложность процесса получения знаний для компаний в поиске необходимых ресурсов находятся за пределами их возможностей. Конечно, они пытаются сотрудничать с различными акторами, которые находятся вокруг них. существует тенденция перехода конкуренции с закрытого к открытому сети инновационного развития, где сотрудничество между компаниями и научными исследовательскими институтами играет важную роль. Все это делает переход технологии касательно исследовательского института к компании важным моментом для исследования. Цель этого исследования понять, что не позволяет эффективно обеспечивать этот переход. Здесь вопрос возникает следующий. Как мы можем измерять эту эффективность и сказать, что трансфер технологии является успешным? Согласно цели технологического трансфера перехода физических знаний с целью дальнейшей коммерциализации мы предполагаем, что вероятность инноваций и особенно степень инновационности технологии может быть использоваться в качестве показателя успеха этого процесса. Это было подтверждено анализом эмпирических наблюдений по этой теме. Второй вопрос, который возникает понимание факторов, которые действительно влияют во-первых, на при решении компании сотрудничать с этими центрами и во-вторых, могут быть важными для отраслей и взаимодействия между НИИ и компаниями. Мы провели обзор литературы, публикации и в общем эти факторы могут быть разбиты на две крупных категории. Первая категория это контекстуальные факторы и вторая группа относится к фактору компании. Мы предполагаем то, что все эти факторы должны существовать для достижения лучших результатов взаимодействия между отраслью и наукой. Контекстуальные факторы центральны для начала и поддержания сотрудничества. Они включают стратегию, характеристики партнеров сотрудничества, включают общие условия для предпринимателей инноваций в отношении уровня конкуренции, законодательства по интегральной особенности. С точки зрения компании она относится к структуре взаимодействия с организацией, с точки зрения формализации. Говоря о процессе как достигнут цели обоих секторов, которые здесь вовлечены. Здесь очень важно отметить, что факторы, которые имеют отношение к ресурсам как финансовым, так и человеческим, вопросы управления и коммуникации. Размещая отрасль в центре взаимодействия, позволяет нам определить четыре разных стратегии для компании. Прежде всего, они не могут сотрудничать, например, с теми, кто представляет знания. Вторая стратегия, не могу сотрудничать, но концентрируясь исключительно на покупке услуг. Еще одна опция, это сотрудничать с приложением, не результатов, окор, и создавать инновации на основе этого. И, как я уже отметил, инновация может иметь разную степень инновации, новую для компании, новую для рынка, либо, возможно, новую для всего мира. Сейчас я хотел бы продемонстрировать небольшую картину предлагаемой модели исследований. Все предыдущие рассмотренные факторы, они определяют рамки сотрудничества науки и отрасли. И, конечно, они оказывают влияние на успех, эффективность трансфера технологий. В этом отношении мы можем анализировать трансфер технологий с четырех точек зрения. Прежде всего, мы можем ответить на вопрос, кто является партнерами сотрудничества, какая их мотивация, понимают ли они других партнеров и их цели, заинтересованы они в том, чтобы поделиться знаниями, информацией, гибкие ли они, опытные ли они. Второй вопрос, который мы задаем, как процесс взаимодействия организован. Здесь мы касаемся вопросов управления, защиты интерактивной собственности, взаимодействия и доверия между партнерами. В-третьих, мы можем ответить на вопрос, что именно подходит под характеристики трансферной технологии, являются ли они основаны на знаниях, готовы ли они к применению. Это общие знания, либо материальные знания. И последний блок барьеров относится к контексту. Мы можем ответить на вопрос, когда, когда взаимодействие происходит и при каких условиях, включая интенсивность деятельности предпринимания, эффективность законодательства защиты территориальной собственности, имеют ли компании поддержку со стороны государства, либо нет. И сейчас я хотел бы протестировать эту предложенную модель на параллельским данным и данные. Анализ основан на двух исследованиях. Одно направлено на инновационные компании в производственном секторе, и другой анализ проведен в организациях НИОКР, в основном промышленные предприятия и вузы. Здесь мы изучаем восприятие технологического трансфера. Это данные специального исследования, проведенные нашим институтом в 2015 году. Как вы можете видеть, данные показывают, что в течение развития инноваций 25% и меньше производственных компаний, занимающихся инновациями, они создали технологии. Говоря о трансферте, технологии НИОКР организации больше вовлечены, и вы можете отметить, что больше чем 80% заявили потоки знаний из их организации и изнутри вне. Я хотел показать вам общую картину, компании и организации НИОКР видят барьеры для технологического трансферта между ними. одна из основных проблем, с которыми сталкиваются респонденты в основном определяли нехватку финансовых ресурсов и высокие экономические риски принятия новых технологий. На второй стадии вы видите, что восприятие барьеров технологического трансфера отличается. Организации НИОКР жалуются больше о юридических и административных барьерах, недостаточной инновационной политики в России. Для компании это контекстальные барьеры имеют меньшую важность, поэтому они заботятся больше о неготовности результатов тропартического применения и что очень важно в этом отношении для компаний непосредственно в России, что они часто жалуются на высокий уровень конкуренции со стороны внешних игроков, как внешних технологий и потребления импортных товаров. Мы попытались сравнить восприятие этих барьеров отношения различными инновационным стратегиям, как я уже отметил на первых слайдах своей презентации. Во-первых, вы видите, что менее половины всех предприятий в России действительно вовлечены в технологический трансфер с целью принять и адаптировать технологию, которая сможет обеспечить инновацию с высокой степенью инновационности, будь то внутренний рынок, либо новым вообще для всего мирового рынка. Организации НИОКОР свое видение этого процесса и не считают, что компании более инновационны, им необходимы технологии развития более минусных продуктов. компаний сталкиваются с возможными вызовами с точки взаимодействия. Чем выше степень инноваций, тем больше высококвалифицированных техников инженеров им нужно и способность снижать экономические риски. В то же самое время высокий уровень инноваторов жалуются о внешней конкуренции за границей и нехватке финансовых ресурсов. Важно отметить, что организации неокер имеют иное восприятие барьеров. Возможно, они не правы в своих оценках приверженности компаний различным инновационным стратегиям и барьерам, которые возникают перед трансфером технологий. Последняя гипотеза, которую мы протестировали, это понять, какова роль длительности сотрудничества «Если связи существуют больше 25 лет между партнерами, снижает ли это риски барьерами сотрудничества между отраслью и компаниями, которые занимаются исследованиями?» Здесь мы не всегда можем ответить на вопрос напрямую и влияние довольно смешанное. Все организации неокер в России считают, что долгосрочное сотрудничество снижает барьеры для технологического трансфера. Но если мы посмотрим на предприятие, мы приходим к выводу, что даже долгосрочное сотрудничество, внешние юридические и политические условия и внутренняя организация трансфера технологий остается основным сдерживающим фактором подстойчивого взаимодействия между двумя акторами. на этом моменте я хотел бы закончить свою презентацию. Если у вас есть какие-либо вопросы, я буду готов ответить на них, конечно же. Спасибо большое, Валерия, вопросы и комментарии. Затем мы перейдем к перерыву. Спасибо большое за удивительную презентацию. Один вопрос, который у меня возникает в отношении цели технологического трансфера. Как я понимаю с вашей презентации, что вы концентрируетесь на компании, которые активны в инновациях. Давайте скажем, что с моего опыта либо опыта других европейских государств вопрос о техническом трансфере не единственный, который сможет улучшить отношения между наукой и инновационными компаниями, но в основном увеличить долю и количество инновационных компаний посредством поддержки и создания связей между менее инновационными компаниями либо неинновационными компаниями и академическим сообществом. Я задаюсь вопросом. Не упускаете ли вы очень важную часть картины, что способствует трансферу технологий концентрировать ваши выборки исключительно на инновационных компаниях, которые уже отчасти активны в инновациях. Это самая простая часть исследования, более сложная часть этого исследования. Как вы сможете составить компании, которые занимаются инновационными, сделать их инновационными? Я думаю, что барьеры будут немного трюками, нежели в вашем исследовании, поскольку здесь вопрос о абсорбирующей возможности, о несоответствиях, о спросе на рынке труда. Один из самых эффективных способов понимания и реализации трансфера технологий это обеспечение высококвалифицированного персонала. Здесь вопрос в том, что неинновационные компании делают по ряду причин. Я считаю, что это лишь сможет дополнить вашу картину добавки на компания. Спасибо большое за ваши комментарии и рекомендации за будущего исследования. Это очень ценный комментарий. Я хотел бы также немного пояснить, что я полностью согласен. Трансфер технологий является очень важным на той стадии, когда компании еще не становятся инновационными я провериваю литературные источники и собираю количество эмпирических наблюдений, которые пытаются понять влияние технологического трансфера на вероятность стать инновационной компанией. Я считаю, что конечно мы включим это в наше исследование. Я использовал данные, которые у нас были именно по этой причине понять, существует ли расхождение восприятия и понять я хотел сравнить сам факт трансфера технологий до инновационной стратегии к самой компании. Поэтому в нашей выборке мы использовали инновационно активные компании, поскольку это те данные, которые были доступны. Возможно, решение просто делать более выбором, который вы делаете по пути вашего исследования. Если вы говорите четко, что да, мы концентрируемся на этих видах компаний, в этой подгруппе, и только к говорим о части технологического трансфера, который будет помогать новой аудитории, возможно. Спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо большое, очень интересная презентация. Вы уже отметили несколько моментов, то, что вы не контролировали интенсивность сотрудничества, что является очень важным вопросом, поскольку из всех инвестиционных анализов, мы понимаем, что это не сильно изменяется пропорция компаний, которые на самом деле вовлечены в сотрудничество. Но важный момент в том, что видим ли мы развитие к более интенсивному, более частому, более стратегическому сотрудничеству. Даже если общие показатели не меняют экономически, то экономический сам эффект может отличаться. Вы на вашем радаре использовали этот вопрос, пытались вы изучить этот момент. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, у меня была мысль поддержки данных, которая у нас уже была в исследовании с глубокими опросами. возможно я подготовлю опросник в этом ключе, который даст нам возможность задать эти вопросы и контролировать интенсивность. Это очень важный момент, я полностью согласен с этим. Спасибо большое. здесь требующий вопрос, это как раз таки ритро в высоком качестве вашей работы. Часть наблюдений, часть вопрос относится к двум предыдущим, но немного другого ракурса. Используем очень простой модель, вы можете понять, что компания разной стратегии, таким образом тип интенсивного сотрудничества будет отличаться, у них различные потребности в сотрудничестве, поскольку у них разные стратегии, у них различные внутренние возможности и потенциал. У вас четыре типа компаний, да, возможно было бы перефразировать, если вам нравится этот подход, если я не ошибаюсь, вы не сделали развлечения между различными видами университетов, и университеты сильно отличаются друг от друга. Некоторые из них проводят мировые исследования, другие на национальном уровне проводят исследования. Есть третий тип возможно. Представители они либо какие услуги, либо обеспечивают они частые ресурсы для регионального рынка труда, если вы объедините два типа различий, они покажутся, существуют различные виды сотрудничества между компаниями и университетами ввиду стратегии и мотивации, вы использовали этот термин, это полностью соответствует реальной ситуации, и поскольку потенциал у них отличается, если вы будете создавать новый опросник, возможно, вы можете принять во внимание эти аспекты в том числе. спасибо за ваш вопрос, за ваши идеи. Да, мы обдумываем все ваши комментарии и попытаемся включить их в дальнейшие исследования. Спасибо большое за ваши комментарии, внимание. Давайте будем с нетерпением ждать следующего года, когда мы получим, когда мы посмотрим, как меняется следствие причинности. Да, давайте продолжим обсуждение не во время обеда, а во время нашего перерыва на кофе, и мы вернемся через 15 минут приступим к дальнейшему работе. Спасибо большое за ваше внимание и участие.